Неправильное понимание и неустранение ошибок, которые копятся, может иметь все более печальные последствия в ближайшем будущем. Итак, движемся по порядку. Прежде всего… Здравствуйте, друзья мои! У нас на связи наш друг, ветеран Донбасса, знаменитый Юрьевич Юра. Доброго времени суток. Здравия, дорогой мой! Я должен поблагодарить за такой хороший отзыв. Знаменитый, я бы это… Нескромно будет. С моей стороны скажу просто. Русский солдат. Позывной Юрьевич. Но мы сегодня хотим записать серию передач. По итогам того, что случилось, мы сейчас не будем остаться зерновой сделки в этом позоре. Уже сегодня я прокомментировал. Мы впервые имеем дело, наверное, с нежеланием побеждать. А это уже война, это никогда не спецоперация. И первая тема, которую Юрий Юрьевич хотел бы затронуть, вот говорю нашим зрителям, это, так сказать, понятно, подытожный опыт, чего не хватало уже до начала войны. Юрий, я прошу, собственно говоря, поделиться своими наблюдениями. Ты все-таки воюешь с 2014 года. Чего не хватало вот накануне февраля 2022? Да, и первое. Я с тобой полностью согласен, дорогой мой. Мы не будем касаться никаких политических аспектов сейчас, потому что тогда уйдем от тем, которые более важно отразить. Политиков-то много, а военных специалистов, которые действительно специалисты, а не носители погонов, сейчас единицы, и многие из них не имеют доступа к эфиру. Соответственно, неправильное понимание и неустранение ошибок, которые копятся, может иметь все более печальные последствия в ближайшем будущем. Итак, движемся по порядку. Прежде всего, я не могу не отметить, что сложившееся сейчас положение дел очень многих людей, мягко говоря, не радует. Я когда эфир недавно был у Дима Юрьевича Пулачкова-Гоблина, у других эфиров, у всех какие-то отзывы, что-то как-то не позитивненько все, что-то как-то печально, все плохо. Ребята, а та ситуация, что русская армия ничего не может сделать не с блоком НАТО, который явно на нас напасть собирается, не со всеми его союзниками, которые еще не входят в НАТО, типа Молдавии, Грузии, но, несомненно, на нас нападут. А, да, еще в стране у нас внутри пока еще не организовал противник массовую пятую колонну, у меня те же восстания. Так вот, не со всем этим наша армия не может справиться. Наша армия ничего не может сделать с недогосударством. Мы везде теряем позиции, которые заняли после 24 февраля, отступаем и в свод вот все военкоры пытаются нагнать позитив, но максимум позитива какого-то где-то убили несколько десятков, и наши войска не отступили. Вдумайтесь, если не отступление наших войск уже представляется успехом в войне против только одной Украины, все остальные силы еще не пришли. Тут, дорогие товарищи, вы не задумаетесь, что все очень плохо? То есть, пока я не сказал вам с телевизора, насколько плохо там, 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 вы что, всерьез думаете, что все хорошо? Ну, я понимаю, что хочется верить, однако мозги же нужно разуть. Это моя такая разминочная фраза, потому что в дальнейшем, когда я буду говорить, будет очень много критики. Критику люди слушать не любят, им хочется позитива. Соответственно, у всех будет включаться защитная реакция. Вот каждый раз, когда у вас будет включаться защитная реакция, что все не так плохо, дорогие мои, вы сядьте, посмотрите карту, там, март месяц, куда наши войска продвинулись, и посмотрите сейчас, сколько территорий, где продвинулись мы, потеряли. Посмотрите брошенные колонны доблестными федералами, техники самой современной, которая теперь досталась врагу. Посмотрите видео, фото, сообщения, что укропы теперь обстреливают территорию России, взорвали самый охраняемый, наверное, на территории России объект Крымский мост, дальше, дальше. И подумайте, это все происходит потому, что дела наши отнюдь не блестящие, и, соответственно, нужно понимать недостатки, искоренять их. Или это, как бы, всем этим можно пренебречь? Ну, тогда словами моими о том, что все плохо и где ошибки, тоже можно пренебречь. Фактически сейчас мы оказались в приложении Российской империи. Япония в начале 20 века, это не та Япония, которую мы знаем. Японский флот тогда звучал в начале 20 века, ну, как я не знаю, в конце 19-го, как сборная по хоккею Нигерии, условно говоря. И тогда было обидно ни одного выигранного сражения на море поражения, так сказать, почему от молодой Японии. Сейчас получается от страны, вы не можете совладать со страной третьего мира, хотя, понятно, вооруженная с помощью НАТО, но все-таки полноценной авиации на Украине нет, ну, слава богу. Полноценных военно-морских сил нет. Полноценный ПВО, ну, пока еще нет. Но давай пойдем по пунктам. Вот действительно, чего, с твоей точки зрения, не хватало? Давай вот возьмем как первый пункт. Что не хватало на когда-нибудь февраля? Давайте, дорогие мои, я, с вашего позволения, наверное, начну с более мелких моментов, а потом перейду к более крупному. Наверное, так будет легче. Знаешь, как домик строить. Один кирпичик, второй дом в целом. Первое. Дорогие мои, сейчас, сейчас различные... Ну, был такой период, когда журналисты наши, военные, военкоры разные, очень много смеялись над тем, что у укропов ржавые джавелины, которые ни на что не повлияют. Вот. Соответственно, начну я с такого интересного аргумента, как высокотехнологичное оружие пехоты. Ктуры. Ну, и ПЗРК тоже, в меньшей степени. Так вот, по поводу Ктуров. Именно наличие противотанковых управляемых ракет в свое время, в 70-х годах, резко изменило баланс сил во время войны Израиля с Египтом. И в дальнейшем оно претерпело стремительное развитие. Так вот, когда мы говорим о Птурах, надо понимать, что в нашей стране львиную долю противотанковых управляемых комплексов составляют комплексы, тех, которые находятся в войсках, составляют комплексы типа Фагот. Второе поколение. То есть оператор смотрит в окуляр, управляет рычажками выше-ниже, наводит прицельную марку на цель, а ракета, которая летит, у ней там управляющие приборы стараются в эту марку более-менее вписаться и теоретически поражает цель. Соответственно, это второе поколение, потому что ракета управляется по проводу. Третье поколение ракета управляется по лазерному лучу. Четвертое поколение, Джавелины и Энлау, эта ракета идентифицирует цель для себя, то есть ты взял ее в прицел, она идентифицировала цель, ты пустил, и ракета уже летит сама, управлять ею не надо. Во-первых, дорогие мои, сравнение здесь некорректно в принципе от слова абсолютно. Это примерно как сравнивать фузею, потом ну какое-то гладкоствольное ружье, потом были нарезные ружья, потом были нарезные автоматические. Примерно как сравнивать фузею и автомат, и как журналисты наши делали подлох, они писали, что типа Птур бьет на 4 километра наш по год, а Джавелин только на 2, значит Джавелин хуже. Это примерно как пытаться объяснить, что гладкоствольная фузея лучше, чем автомат, потому что у нее пуля весит 30 грамм, а в автомате всего там 7-9, зависит от марки. Значит понятно, автомат это ни о чем. Можно смеяться. Почему я начал с такого маленького примера? Сейчас мы его разберем, а потом перейдем к более крупным. Во-первых, понятно, что журналисты это делали не просто так. Они обслуживают определенные группировки, которые выставили определенный социальный заказ. Журналисты в данном случае лгут. Из-за того, что лгут они, гибнут наши ребята, мы терпим поражение, потом противник занимает территорию, убивает там лояльное нам население, остальное мобилизует на результаты войны против нас. Это преступные результаты работы журналистов и еще более преступные результаты работы тех группировок, которые вместо того, чтобы обеспечить нашу армию, разработкой своих джавелинов, сначала просаботировали. Воздума уже сказала, у военных были все деньги, почему нет вооружений. То есть деньги им выделили, они деньги куда-то дели, а потом придумают объяснение, почему у нас нет своих джавелинов. Теперь перейду к конкретике. Почему я так смело заявляю, что журналисты ведут преступную деятельность в данном случае и сравнение вообще не имеет права на жизнь. Во-первых, если сравнивать честно, то надо сравнивать наш фагот с Укровской стугной. Стугна – это тот же фагот, но модифицированный. Во-первых, у него разработана новая ракета, которая действительно работает на 4 километра. Для сравнения, у классического фагота 4 километра – это паспортная дальность стрельбы. Реально у него оптимальная дальность работы до 2 километров. С выше 2 начинаются вопросы, на 4, как правило, он ничего не поразит. И второй момент гораздо более важный. У стугны есть выносной пульт управления, она где-то стоит на холме, откуда стрелять удобно, а ты сидишь в блиндаже и ей упускаешь. Вся наша Великая Космическая Федерация Российская ничего подобного для фаготов не разработала. То есть, если журналист честно будет писать, уже на этом нужно написать и сильно задуматься. Потому что, в отличие от продажных журналистов и генералов преступных конструкторов, которые им заказно оформили на эту статью, я думаю, любой нормальный человек, здравый, ты и я понимает, что пускать ракету, сидя с пультом управления в безопасном блиндаже, ну как-то неизмеримо проще и безопаснее, чем если ты должен с этой ракетой сидеть на холме, видной всем, и когда ты ее впустил, ты должен сидеть рядом с ней и управлять ею. Это первый момент. Второй момент. Если бы журналисты имели честь, совесть и понимание профессионального вопроса, они бы вникли в ту проблему, что у нас тренажеров по обучению к турам очень мало. Практических пусков мало делают, потому что ракеты дорогие. А тренажеров, чтобы обучать операторов, сделано очень мало. Я для сравнения скажу. Я езжу по стране, слава богу, и учили сотни подразделений, находился в десятках учебных центров. Центры, где имеются полноценный тренажер, там огромный экран во всю стену, макет, там в экране ездят танки. Ты пускаешь в стране единицы. Подавляющее большинство операторов ПТУРов имеют один-два учебных пуска. Наоборот, у хохломутантов, разумеется, с помощью американцев и всех остальных, этих тренажеров, ну, пульт выносной. Тренировать можно людей массово, что они и делают. Да. Но об этом никто не сказал. Ни журналисты, ни военные, которые должны были эти тренажеры обеспечить. Движемся дальше. Почему я такое значение большое придаю ПТУРам? Я сейчас сделаю маленькое отступление, а потом будет, так сказать, окончательный гвоздь, даже не гвоздь, а кол в крышку гроба. Так вот, ребята, ПТУР – это самое высокотехнологичное, одно из самых компактных оружий непосредственно пехоты. Танки, артиллерия, минометы – это все где-то там. Даже 82-миллиметровый миномет пехота с собой несет. Это минометная батарея. Соответственно, при встрече с противником, вот вы идете, и выехал танк. Пока вы связались, пока вы минометы навели, пока они, может, попали, может, нет. А ПТУР одну трубу выстрел, две трубы взял один оператор, пусковую взял второй, и эта пехота несет с собой. Если у вас цель ДОТ, ЗОТ, любая мощная, малоразмерная, оператор ПТУРа всегда хороший. Вот в такое окошко загонит ПТУР, и многомиллионный ДОТ накроется медным тазом мгновенно, потому что, когда ракета сработает внутри ДОТа, экипажу его, расчету, станет кардинально грустно, он больше ничего не сделает. Соответственно, ПТУРы, это очень мощный фактор, который повлиял на ход современных боевых действий кардинально. Мы вот когда работали, мы вот заняли позиции, стоим, тут я слышу такой характерный звук, жжжжжжжжж, бимо нас, бам! Все говорят, что это, миномет, то все, я говорю, это ПТУР. Куда стреляли? Да тут машина стоит, укры свою машину бросили, они же ее и сожгли. Все говорят, зачем, зачем? То ли я, то ли кто-то из опытных ребят говорит, они показывают нашим, что у них есть ПТУР. И что ты думаешь? Слух о том, что у противника есть ПТУР, оказался достаточным. Танкисты приехали, но выезжать на прямую наводку стрелять, они просто отказались, сказали, у них ПТУР. То есть ПТУРы это очень мощный фактор, который кардинально влияет на возможности пехоты. Грубо говоря, в обороне, значит, считается, что взвод пехоты может уничтожить танк, наступающий на него, плюс-минус. Но, если у вас не взвод, а отделение, но у вас хороший оператор ПТУРа и дофига ПТУРов, во время войны в Сирии у тапочников, ослолюбов, сирийских мятежников, были операторы ПТУРов подготовленные, у которых свыше 80 уничтоженных бронеобъектов. У одного. Подумайте, каковы возможности, если у вас есть хороший ПТУР и подготовленный оператор. Вопрос. Все наши генералы, все наши ответственные лица, все наши конструкторы на основании войны 14-го года, войны в Сирии, Ливии, не знали, насколько важны ПТУРы. Не видели на всех этих примерах. Я скажу краткий пример сейчас и вернусь непосредственно к самим ПТУРам. Ребят, когда отправили наших военачальников авиационных с Мушкевича, Рычагова и так далее на Испанскую войну, чтобы они посмотрели современную тактику передовую, все такое, немцев, они приехали и отделались формальными отчетами. То есть они даже не заметили, что у немцев звенья не три самолета, а четыре-две пары, что у немцев эшелонирование по высоте, что у них радиосвязь. Они ничего этого Сталину не сказали. В итоге, когда началась Вторая мировая, их всех расстреляли. Наши теперь льют всякие мрази, крокодиловые слезы. Говорят, ах, каких военачальников погубили. Так я хочу сказать, поздно расстреляли. Именно из-за того, что все это своевременно не заметили и не внедрили, сколько наших погибло, сколько территории потеряли, как все было плохо. Ребят, так сейчас то же самое, абсолютно то же самое. Если вы не оценили своевременно роль управляемого пехотного оружия, его не разработали и не внедрили в войска, то вы государственные преступники, дорогие мои. Вот при всем моем... Но сказать, что государственные преступники не хочется, и теперь срочно мобилизуют продажных журналистов, которые начинают наводить тень на плетень. Так вот, почему я сказал продажных журналистов, я просто забью окончательный колб. Во-первых, как мы уже разобрались, сравнивать фагот с джавелином вообще некорректно. Но если провести сравнение, как фузеи с автоматом, то я вам скажу следующее. Первое, джавелина может нести один человек, а не два. Птур-1 не понесет пусковая вот такая и труба. То есть уже получается, что мобильность твоя неизмеримо легче. Второе, к джавелину разработаны ночные прицелы у нашего фагота. Этого даже и не снилось. Вы же тоже враги народа, твари. Не знаете, что воюют не только днем, но и ночью. Я, когда привез убитых и раненых в госпиталь, беседовал с одним танкистом, молодой хлопец подошел там. Я на него накинулся с обвинениями, потому что танкисты на нашем участке работали плохо. А он мне так спокойно говорит, это не ко мне претензии. Я трижды в танке горел, но не драпал. У меня, говорит, весь экипаж погиб. Я говорю, как случилось? Он говорит, ночью залетел птур. У них птуры ночные есть. Вы, твари, довели до того, что наши ребята сейчас гибнут, население гибнет, страна на грани катастрофы. И вы пишете статьи о том, что у них ржавые джавелины. У нас хорошее оружие. Имеющие честь и совесть генералы в 41-м стрелялись на вашем месте просто у себя в кабинете. Но я понимаю, что это не о вас. Хорошо. Итак, первое, фаготы. Я сказал, кардинальное преимущество джавелина, что ему хватит одного оператора для переноски и работы. Второе, то, что к нему есть прицел для работы ночью. Третий, по дальности он фаготу нифига не уступает, потому что он работает до 2,5 километров. И фагот реально работает на такой же дальности. Дальше он не уверен. Но четвертый момент, ребята, самое важное. Фагот управляется по проводу. Если ты выстрел фагота, который в контейнере, повесишь на плечо и пойдешь, то ты прошел 2-3 километра, провод перепутался, он, скорее всего, ни во что не попадет. Его нужно очень бережно вывезли на позиции, поставили в ящики, перед выстрелом применили. А джавелин, извините, ты можешь транспортировать как угодно, применять у него этой трудности не будет. Следующий недостаток, и еще более печальный. Ребята, кто не стрелял из Птура, я вам кратко скажу. У него такая треножка, ты ее ставишь и целишься через прицел лежа. Так вот, критически важно, чтобы когда ракета летит, провод, который за ней, не зацепился ни за какую травинку, былинку, веточку вообще. Через кусты стреляй! Ты понял, да. Так вот, у джавелина такой проблемы нет. Соответственно, наш фагот, чтобы пускать, ты долазишь в окрестностях, находишь более-менее подходящее, возвышенное место, вылазишь на него, как готовая мишень для всех, противник тоже не идиот, он понимает, что единственное место, откуда может работать Птур, скорее всего, вон там. Тебе нужно на этом месте положить плащ-палатку впереди себя, чтобы облако пыли не закрыло цель, положить сзади, чтобы выхлопом не подняло слишком, не демаскировало тебя. Тебе нужно умять растительность утоптать, потому что как ни старайся вокруг веточки. И когда ты пустил ракету, все равно облако пыли поднялось, все смотрят, ага, вон он, и пока она летит там 10-15 секунд, все в тебя стреляют. Но повторюсь, такие холмики редкость, очень часто мы Птур берем на задачу, а пустить его просто нет возможности, потому что поле подсолнечника, либо кукурузы, либо сорняк в человеческий рост. Так вот, с жавелином этой проблемы нет вообще. Ты просто встал в человеческий рост, где угодно, выше травы, увидел цель, пустил, убежал. Во-первых, ты убежал, по тебе уже не стреляет никто, пусть долбят, если хотят, но тебя там нету. Во-вторых, тебе растительность не мешает. То есть, варианты применений не сопоставимы в принципе. Человек, который пытается натянуть сову на глобус, вот результаты мы видим. Наша горелая бронетехника и успехи у кромутантов. Вот результаты, недоработки, которые предшествовали войне этой по управляемому пехотному оружию. Разреши? Разреши? Теперь я понимаю, чем отличается жавелин от основной массы наших туров. Это фагот, более новых нет. Это выстрелил и забыл. Понятно. Теперь я понимаю, почему многие удивляются, почему мы воюем, как в 14-м году, артиллерия и пехота, где танки, где танковые прорывы. Несколько тысяч джавелинов ликвидировали, собственно говоря, возможность воевать именно танковым параметром. А танки всегда прорываются, входят в тылы, разрушают тылы противника, охватывают, окружают и прочее. Мы лишились важнейшего преимущества. То есть, из-за того, что просто допущен страшный провал по ПТУРам. У нас аналогичных нет. А Украфта с танками, ну, они танками не воюют. Это понятно. То есть, вот сейчас надо закрывать именно этот прорыв. Потому что иначе джавелинисты, как были фаустники, сейчас эти джавелинщики, джавелин это копье, соответственно. И противодействовать джавелинщикам, в общем, пока, я так понимаю, нечем, Юра. Я с вашего позволения дополню, потому что, когда критикуешь, нужно быть очень внимательным к деталям. Люди слышать неприятные вещи не хотят и придираются по мелочам. Вот, чтобы не дать возможности придраться и не замечать точность, я скажу, есть у нас более совершенные птуры типа корнет. Так вот, они настолько единичные, что за все время, сколько работал, я их не видел за полгода ни в одном подразделении. А в местах, где готовят операторов корнетов, еще меньше, чем операторы под фаготы. То есть, для всех, кто знает про корнет, я вам скажу кратко, упоминать их, это примерно, почти, как упоминать армату. Теоретически, если у нас супероружие, практически на поле боя его нет по корнетам. И теперь по противодействию джавелинщикам, дорогой мой. А я тебе скажу страшное. Я начал с Птуров просто как с одного наиболее яркого, наиболее яркого признака катастрофы, который у нас наблюдается в системах управления, организации и ведения боевых действий. Но, с твоего позволения, я продолжу. Нам нужно противодействовать не только, не столько им, а вражеской пехоте вообще. А то есть, поясняю, у нас сделали свою суперпехоту воздушно-десантные войска. Вот я представляю, сколько народу на меня сейчас обидится, потому что тельняшка и берет это святое, это прыжки в фонтан на 2 августа, это битье бутылок о голову на показухе и много чего другого. Да, я понимаю, что многие обидятся. Ребята, когда идет большая война, понты нужно засунуть куда подальше и руководствуется боевой эффективностью. Какую боевую эффективность показали воздушно-десантные войска в ходе специальной войсковой операции? Все мне сразу начинают ссылаться, вот есть 45-я бригада, вот она. Кроме 45-й бригады не звучит никто, извините. Это спецназ воздушно-десантных войск, это отдельная укомплектованная людьми со сверхподготовкой, с наиболее мотивированными офицерами, с толковым командованием подразделения, которое одно показало хорошие результаты. Всех остальных не упоминают вообще, потому что если в интернете забить, забейте в Яндексе разгром воздушно-десантных войск, то вам интернет выдаст тысячу и одно брошенные целые колонны десантной техники, трупы наших ребят и дальше, дальше, дальше. А почему так получилось? Давайте перейдем к реалиям. Давайте оставим в сторону, что вы на меня обижаетесь, что я критикую воздушно-десантные войска, а посмотрим по существу. Еще до войны многие видные отечественные специалисты, и я в том числе, предупреждали, воздушно-десантные войска никогда массово не применялись парашютно-десантным способом за редчайшими исключениями. Эти не исключения десант немцев на Крит успешный и так-сяк пара воздушно-десантных операций союзников против немцев в годы Второй мировой, при этом операция на Крите сопроводилась такими тяжелыми потерями, погиб чуть не каждый второй десантник, что Гитлер сказал, более никогда таких операций не планировать, не проводить. Операции союзников при их подавляющем численном перевесе на том театре военных действий и качественном привели к тяжелейшим потерям воздушно-десантных войск. И после Второй мировой, когда большинство войн были против заведомо более слабого противника, вели в странах третьего мира, массовые воздушно-десантные операции не проводил никто. Были немногочисленные специальные, когда выбрасывали взвод либо роту для захвата какого-то объекта, дорогие мои. Но содержать целый рот войск для того, чтобы была в нем рота, которую можно сбросить, но это не то, что дорого, это абсурдно. Сделайте один-два полка типа 45-го и их тренируйте на парашютно-десантные операции, как делается во всем мире. Так вот, почему так? У нас были попытки десантных операций в годы отечественные, привели к тяжелейшим потерям. После этого, кто не знает историю, просто откройте, почитайте, это написано. Понимаешь? Я говорю неприятные вещи читателям, они расстраиваются, хорошо хоть на меня не матюкаются. Раньше кричали псих какой-то, теперь кричать перестали, больно, действительно, грустная, но все равно расстраиваются. Ребята, лучше расстроиться сегодня, чем стать трупом завтра. Видим ошибки, исправляем их. Так вот, пытались, перепрофилировали воздушно-десантные корпуса в пехотные дивизии. Вот просто перепрофилировали в годы войны и применяли так. А что? Наши предки были тупее нас? А я вам скажу. Потому что, если вы выбросили солдат в тыл противника с парашютом, у солдата рюкзак на себе, максимум мешок с боекомплектом, который сбросили ему, и все. Нет ни грузовиков, чтобы перевозить солдат, ни боекомплекта достаточного, ни тяжелых орудий, ни танков. Перечислять, да, любое вражеское танковое подразделение в годы войны было на ровном месте десантников просто раздавит, они ничего не смогут сделать. Да, можно броситься под гусеницы с гранатой, но если бы этот способ всегда работал, не создавали бы противотанковую артиллерию, авиацию, там, типа штурмовиков, танки, самоходки, все это для противодействия танкам. Так вот, на открытом месте просто десантников задавят. А если десантники соберутся и убегут в лес, так ничего страшного. Любая регулярная армия в кратчайшие сроки, подготовленная вокруг этого леса, в населенных пунктах, построит укрепления небольшие, которые просто будут расстреливать из пулеметов всех, кто из леса попытается высунуться. И десантники там умрут с голоду. Кто не знает, была ярчайшая такая операция у нас, когда под Ржевом мы, дай бог памяти, Демянский котел был, и наши туда отправили три бригады десантников, чтобы захватить немецкие аэродромы. Ну, грубо говоря, мы немцев окружили, а они через аэродромы снабжали свою группировку окруженную. И наши отправили три бригады, чтобы взять аэродромы. Так вот, даже огромное количество мотивированных очень комсомольцев, подготовленных с легким стрелковым, ни одного аэродрома взять не смогли. Почему? А потому, что если противник сидит в траншеях, в окопах, в блиндажах, в дотах и сыплет из пулеметов, легкая пехота без танков, без артиллерии, без авиации, с минимумом БК, ничего не может с ним сделать. Ребята, вот, блин, я понимаю, что генералы наши, они не читают, они историей не занимаются, они другими вещами занимаются. Сейчас не буду говорить, но как бы отдельная тема. А в целом всем остальным уже тогда было понятно, что десант в большой регулярной войне не тащит. Какой же вывод сделали наши? Да. Да, я хочу помочь тебе немножко и сказать особо нашим зрителям, что еще накануне этой войны и даже уже в позднем Советском Союзе, я это прекрасно помню, говорится, а нужны ли нам такие огромные воздушно-десантные части? Ибо в войну у нас были неудачные десанты Юхнов в 41-й год, в 43-й год осень на, собственно говоря, на Днепре. Большие воздушные десанты в войну показали и там, и у американцев, и у немцев действительно огромные жертвы. Легкая пехота без поддержки. Она должна высадиться и дождаться подхода основных сил. В теории не получалось. Зато наиболее успешные были акции, это небольшие отряды, как спецназ, как диверсанты в Ту-3-го. Это майор Старчак под Москвой, его отряды, которые перерезали коммуникации. Это небольшие действия немецких порушетистов, которые даже чуть-чуть то не поймали, так сказать, пододельцы наши высаживались. Это именно спецназ называется. И поэтому существование уже огромных вот этих сил, вот этой крылатой легкой пехоты уже было неоправданно уже в конце Советского Союза. И тогда уже думали, что переделать их в части специального все-таки назначения, подчинить их КГБ, например, воевать с терроризмом в 91-м году и так далее, и так далее. И вот сейчас получается, что рассказывает Юра, на поле боя показалось, что все-таки десантники в том виде, несмотря на весь их героизм, наши голубые береты, они несут огромные потери. И надо что-то, их надо переформатировать, переоформировать. Юра, прошу прощения, не удержался, хотел тебе помочь. Нормально. Итак, кратко. Почему еще не могут воздушно-десантные войска успешно воевать в большой войне? Потому что их нужно снабжать и нужно их доставить к месту применения. При нынешнем уровне развития ПВО авиации их просто позбивают, львиная доля их не сможет высадиться. Это первый момент. Второй. У нас воздушно-транспортная авиация откровенно слабая. У нас десантников приотвлено намного больше, чем есть самолетов для их обеспечения. Третий. Даже если мы каким-то образом вражескую ПВО обманем и их где-то сбросим, их нужно снабжать. Постоянно нужно совершать рейсы, сбрасывать им пополнение. Противник обязательно подтянет авиацию, быстро подтянет новые ПВО и так или иначе снабжение будет прервано, всю авиацию собьют. Вот второй фактор. Третий фактор. Наши сейчас, то есть со времен Великой Отечественной ПВО еще больше спрогрессировало. Наши сейчас для десантников разработали авиадесантируемую технику. Все эти БМД, там десантный танк спрут и так далее. Но вот беда. Почему никто в мире этого не делает? Один из моих учителей военного дела говорил, каждый раз, когда услышишь, что у нас есть оружие, не имеющее аналогов в мире, подумай, а почему другие в мире его не делают? Может, оно не нужно? Вывод простой. В современной войне, когда мощнейшее противодействие средств противотанковых всех типов, алюминиевые танки, это могила для экипажа. То есть огромные деньги были вкачаны в создание заведомо небоеспособной во время серьезной войны техники. Вот вопрос, да, как это получилось? Ответ простой. Какое-то количество вражеских агентов влияния в наших верхах задали тренд, что мы будем делать десант, а остальные, вместо того, чтобы подумать и сделать войска реально боеспособные, радостно кинулись. То есть, если кратко подвести итоги, если вам нужно сбрасывать с парашютами личный состав для того, чтобы люди научились преодолевать инстинкт самосохранения, то для этого не обязательно тратить огромные средства на создание отдельного рода войск, на создание авиадесантируемой техники, на разработку не работающих вообще концепций и так далее. Мне вот перед войной позвонили из ВДВ очередные медики военные, которые хотели, чтобы я за них сделал их работу. Юрий Юрьевич, вот нам нужна разработка новая авиадесантируемый госпиталь. Я их обидел, очень матерно сказал, что если вы готовитесь к войне, так совсем другие задачи нужно решать, я могу вам сказать, а если вы готовитесь к показухе, так это не ко мне, они на меня обиделись. Война пошла, все это показало. Куда мы высадили хоть один авиадесантируемый госпиталь? Неуважаемые мои коллеги из ВДВ. То есть готовились все, кто имеют мозги, видели, это небоеспособно. Каждый получал зарплату, кто-то молчал, а кто-то активно развивал. Сейчас началась война, кровь всех погибших ребят и ставших инвалидами, на совести каждого из вас, даже не пытайтесь отмазаться, не передо мной отвечать будете, а перед Богом. Каждый из вас молчали, терпели, соглашались, прославляли, вот из-за вашей преступной позиции такой сейчас звездец. Ну, и в довершение скажу, если вам нужно людям научить преодолевать истины самосохранение, чтобы были смелые воины, то сделать парашюты с гораздо более плавной скоростью посадки, чем военные, их сейчас дофига вообще нет, и просто элитные подразделения раз за время службы два вывозить и пусть прыгают с парашютом. Если парашют с плавной скоростью снижения гражданских, сейчас дофига таких, не нужно годы тратить на то, чтобы человек учился приземляться, он и так ничего не сломает. А как вы готовите десантников, это преступление, потому что я знаю дофига офицеров, у которых там 40-60 прыжков, ему 40-45, у него уже убиты колени, позвоночник, он небоеспособен. Вы отбираете лучших людей нашего народа, заманиваете их лже красотой типа беретой тельняшки, гробите им здоровье ненужными прыжками и или отправляете в бой в алюминиевой жестянке, или он к бою уже не годен, потому что угробил позвоночник. Вот это проект в масштабах страны сделано, и враги приложились, но главное, наши безответственные вредительские чины, которые вместо того, чтобы похватиться еще по опыту Второй мировой и поддержать, все это развили и сделали. Вот в двух словах о том, как можно неправильно подготовиться к войне и какие катастрофические последствия это может иметь на примере известного всем рода войск воздушно-десантного. Что? Началась война на Украине. Много мы парашютно-десантным способом что-то высадили. Вы мне Гастомель, пожалуйста, даже не упоминайте, там была аэромобильная операция на вертолетах, и, кстати, чем она закончилась, я думаю, вы знаете, не хуже нашего, может, даже лучше. Так что, кто на меня за эти слова обидится, уберите в сторону романтику, типа тельняшки и беретов, и посмотрите голую эффективность. Вам не кажется, что для страны в целом разработать уникальное оружие, которое неприменимо, содержать целый род войск и лучших юношей отправить в род войск, где ему гробят колени и позвоночники, а потом случись война, они небоеспособны, это больно дорого, чтобы оправдать романтику. Вот задумайтесь, дорогие мои, над этим моментом по поводу ВДВ. А теперь я перейду к пехоте. А у меня вопрос к тебе есть. Прежде чем ты не перешел, Юра, вот критику я все-таки предлагаю. У бандеровцев массово переделывают воздушных десантников в аэромобильные войска, то есть их высаживают с вертолетов в посадочный способ, я так понимаю. Ну, вот давай, оправдывай советы, и что ты предлагаешь, что вместо ВДВ, как их переформировать, во что их надо превратить. Все-таки это же действительно цвет, по здоровью, по храбрости, по всем. Вот я прошу немножко сказать об этом, а потом перейти дальше. Конечно, я этот момент хотел затронуть. Первое, я должен всех огорчить. Массовые аэромобильные войска нам тоже не нужны. И у укрмутантов аэромобильные дивизии воюют все как пехота. Почему? А потому, что на современном этапе развития военного дела вертолеты довольно дорогая техника. Средств противодействия вертолетам это не только ПО. Смотри, вертолет, идущий на небольшой высоте, можно поразить ПЗРК, зенитной установкой, да, я сейчас, да, ПТУРОМ, можно при умении подстрелить из гранатомета, причем любого, можно поразить из крупнокалиберного пулемета, и даже известный случай, когда сбили из ПК. Подумайте, какая концентрация всего этого там, где противник. То есть, вертолеты стоят дорого, а поражаются всем подряд, значит, много аэромобильных войск тоже не нужно, раз, два. По-хорошему, аэромобильные войска, это подразделения, которые приспособлены к тому, чтобы вы могли их вертолетами перебросить быстро с одного угрожаемого направления на другое, чтобы они могли там развернуться, выполнять какие-то задачи. То есть, это опять же аэромобильная, передвигаемая вертолетами легкая пехота, а нифига не вертолетно-штурмовая, как некоторые думают. Это нужно понимать, ты понимаешь, ты вот дома клеишь там, я не знаю, обои на стене, у тебя же есть концепция светлее или темнее, как, что, чего. Когда ты род войск создаешь, нужно его применение боевое на десятилетия вперед просчитывать. Соответственно, нужно этот фактор учесть. Так вот, по поводу, я не буду говорить, во что перепрофилировать ВДВ в целом сейчас, я скажу, какая пехота нам нужна, а уже люди потом пускай сами думают, во что перепрофилировать ВДВ, во что перепрофилировать Росгвардию, во что перепрофилировать мотострелков и так далее, и так далее. Потому что названий у нас звучных много, а боеспособной армии не наблюдается. Я называю вещи своими именами. Ты вот говоришь «позорная сделка по Черному морю», а я скажу кратко, не касаясь политики. Сейчас, после 24 февраля, наши дипломатические уступки позорные нарастают, и они носят вынужденный характер. Потому что Россия надеялась на свою армию, а армия после 24 февраля облажалась по полной. Соответственно, коль скоро у нас боеспособной армии нет, мы или ее в краткие сроки создадим, или нас всех вырежут, дорогие мои, вот будем теперь стараться вас создать. Так вот, по поводу пехоты. Кто случайно не знает, в современных условиях войны во-первых, во-первых, значительную роль имеет тяжелая пехота. Тяжелая пехота это кто? Это личный состав, имеющий штатно в своем составе бронетехнику, БМП, танки, имеющий минометы калибром 120, и если повезет, больше, имеющий в прикрытии тяжелую артиллерию, то, что раньше называлось линейная пехота, то есть те, кто занимают стабильно позиции оборонительные и ведут оборонительный и наступательный бой общевойсковой при поддержке всех перечисленных видов тяжелого вооружения. Да, и у тяжелой пехоты обязательно должны быть в достатке шмели, любимый мною огнемет, который очень хорошо показал себя на Донбассе, и который очень простой в применении, и которым подавляющее большинство всех этих спецназов Росгвардия, нередко ВДВ даже никогда не умели пользоваться. Я сейчас это, я не преувеличиваю, ситуация буквально такая, приезжаю я проводить занятия по медподготовке в спецназовское подразделение. Полный зал сидит, человек 40, все молодые, спортивные, я веду занятия по медподготовке, вот такая ситуация, если будут работать с ПТУРов противник, кто умеет с ПТУРа работать, операторы, раз, все сидят. Я говорю, хорошо, кто умеет работать со станкового противотанкового гранатомета, опять все сидят. Я говорю, хорошо, кто умеет с крупнокалиберного пулемета, опять сидят. Я говорю, с пулемета обычного может кто-то, пара человек руку подняла. Я говорю, ребята, вы понимаете, что у вас проблема, случилась война, вы все трупы, вы на автоматик рассчитываете, вы до противника не дойдете, вас расстреляют из крупнокалиберных пулеметов. В перерыв мне подходит офицер, говорит, напугали вы личный состав Юрия Юрьевича, я говорю, лучше пусть будут сегодня испуганные, чем завтра мертвые. Вот война все это показала. Так вот, кратко говорю, тяжелая пехота, она ведет общевойсковой бой. И с тяжелой пехотой у нас катастрофа. У нас есть воздушно-десантные войска в алюминиевых танках, у нас есть, которая не приспособлена к этому, которая сильно уступает обычной общевойсковой части по количеству тяжелых орудий. Тяжелых танков у нее нет. Рассказывает, да, то есть вообще ВДВ не тянет против общевойсковой по весу залпа, по весу брони и так далее. И у нас есть Росгвардия. Я подразделение Росгвардии и спецназа за человеческие качества уважаю. Восемь лет они нас приглашали, правда, бесплатно, но это отдельная тема. Мы ездили по всей стране, всех их обучали. Я так почему говорю, Министерство обороны нас не приглашало вообще, им не надо было медподготовку. Там люди мотивированные, подготовленные, но у них тяжелого вооружения вообще нет. Их тактика заточена. Приехали группой, задержали террористов. И теперь, когда их массово бросили на театр военных действий, повторилась та же ситуация, что с ВДВ. Из общевойсковых частей мы наиболее мотивированных, подготовленных, ответственных людей вытащили в ВДВ, Росгвардию, спецназы. Пехота осталась с теми людьми, которым ни хрена не надо и которые ни героизма, ни энтузиазма не проявляют. А в этих легких родах войск у них нет тяжелого вооружения, никакой героизм против массового шквала огня вражеского не потянул. Вот такое вредительство в масштабах страны наблюдается, системное. Да. Я хочу еще раз сказать, потому что так называемая аэромобильная пехота показала прекрасно португальская аэромобильная пехота в начале 70-х, в Анголе против негритянских и регулярных формирований. На вертолетах они перебегались. Во Вьетнаме неплохо показать, но против современной армии, как показала военная на Украине, нужна тяжелая пехота, как говорит Юрий Юрьевич, лавки 21 века. Хорошо, экипированные, вооруженные, так сказать, со своей же броней на себе, с касками, со средствами связи, с колесами, с артиллерией своей, со своим пехотным оружием, о чем, почему мы говорили в начале об турах. Вот. А мы пока, к сожалению, да, я тоже, я не разгвардеец, я полевой жандарм, я уперчасти внутренних войск, я узнаю родные войска середины 80-х годов. То же самое, у нас были крокодилы, когда у всех были БТР-8, БТР-70, БТР-80. Совершенно согласен. А, Юрий Юрьевич, много ли у нас времени, можем ли мы продолжить еще? У вас занятия? По позволению продолжим, я стараюсь по существу, если мы все не успеем в одной лекции, то может мы потом запишем. Продолжим дальше. Но важный момент эти растронуть. При этом, я скажу другой фактор, который очень важен, попробуйте услышать меня, дорогой мой, и вы, и все наши слушатели. При этом, настоящая, полноценная, тяжелая пехота современности, это не тяжелая пехота Первой мировой, и там, 41-45-го. Почему? Потому что у противника прекрасные средства разведки, беспилотники, связь, и тяжелая артиллерия, которая нашу превосходит сильно. Вывод. Во-первых, современная тяжелая пехота должна не толпой сидеть в траншее, что куда снаряд не упадет, обязательно раненые, раненых нужно выносить, потащили по полю еще раненые, и утрата боеспособности на ровном месте. Современная пехота, полноценная, должна перенимать лучшие наработки спецназовские, потому что, мне один товарищ написал свои мысли по войне, классная статья, там фраза, как показал боевой опыт, разница между пехотой и спецназом сильно стирается. Что я имею в виду? Первое. Разреженные боевые порядки. Пехота должна занимать позиции с низкой плотностью войск, хорошо, очень фортифицированной, укрепления строить, очень хорошо укрепления маскировать, строить много запасных позиций, между которыми маневрировать при необходимости отходить, иметь хорошую связь со своей артиллерией и хорошую контрбатарейную борьбу, чтобы не было такого, что пехоту расстрелял противник артиллерии, как хотел, спокойно занял позиции, мы ничего не можем противопоставить. Пехота должна бдительно нести службу, иметь большое количество тяжелых средств подавления, те же крупнокалиберные пулеметы, то есть не единый фронт траншеи от моря до моря, как некоторым кажется, через два метра пехоты. Маленькие, очень качественные опорные пункты, взводные, связанные между собой системой огня, чтобы огонь везде был перекрестный, чтобы везде были качественные, многослойные минные поля, чтобы была связь с артиллерией, минометами, при первой же необходимости, у нас случай был, подразделение, я имел честь работать, подошли, ночью вражеский опорник сожгли шмелями. Так они только опорник накрыли, начали отходить, противник через несколько секунд по всем путям отхода начал работать с минометом. В наших никого не попали, но командир говорит, такое впечатление, что у них расчеты минометов вот так, с миной в руке возле миномета сидел. Только мы сработали, начали отходить, сразу начали сыпать. Вот как должна работать минометка, прикрывающая тяжелую пехоту. Вот пример. Соответственно, современная тяжелая пехота, это если кому-то кажется толпа низкоинтеллектуально развитых мужиков в броне, которых пригнали в мясорубку, помните, описан случай у Льва Толстого, когда полк наш стоит, французы его расстреливают артиллерией, кто там говорит пафосную фразу «стоять и умирать». Это преступно. Бауржан Мумышулы, знаменитый комбат Панфилова, позже командир полка, в своем гениальном произведении Волокламское шоссе сказал, так воевать – это проиграть, так воевать нельзя. Подготовленные очень, как у него было, так с тех пор мало что меняется. Каждое подразделение, каждый взвод имеет хорошо подготовленного командира, замкомандира взвода, сержантов, если их убьют, четко понимает свой маневр в случае разных вариантов действия противника, имеет несколько запасных позиций для отхода маневра, имеет связь с другими подразделениями, имеет достаточное количество тяжелого вооружения на позициях, чтобы вражескую пехоту и технику остановить, и имеет хорошую поддержку артиллерии и минометов из ближнего тыла. Вот что такое современная, тяжелая пехота, вот она какая должна быть, дорогие мои. Этой пехоты у нас нет. Второе, да, почему нет, я дальше скажу, но дальше будет еще грустнее. Давай я немножко позитива, да, как должно быть, а потом я скажу, как разница. Да, я настолько понимаю, да, уже давно говорилось о том, что, да, вот Юрий Юрьевич хорошо сказал, разница со спецназом стирается, то есть задача нынешней тяжелой пехоты не фалангой идти, да, одной массой, колонной, да, ты рассредоточил, ты встретил сопротивление, за счет сопротивления, ты навел беспилотнику, артиллерию или авиацию, которые разгромили, соответственно, узел сопротивления и дальше, это действительно со спецназом их родни, но теперь позитива прошу, прошу, доскачу. И так, с удовольствием, дорогой мой, по позитивчику. Движемся дальше. Что должно быть на современном этапе? Я про легкую, я про тяжелую пехоту сказал, и правильный термин, может быть, будет линейная пехота, то есть те, которые занимают линию обороны либо наступление и которые являются основой для действий войск. Во все времена, помимо тяжелой линейной пехоты, кто помнит, это были еще, блин, у фаланги, и была легкая пехота, которая работала не в их строю, а отдельно, были у Наполеона линейная пехота, и были вольтижеры, были егеря и так далее. Вы уже поняли, да, куда я намекаю? Так вот, обязательно необходимо легкая пехота, потому что тяжелая пехота все задачи решить полноценно не может никогда. Что понимается под легкой пехотой? Я процитирую наставление, по-моему, наполеоновское, но может, суворовское. Егерь, это, ну, в переходе на современный язык, там красивые такие обороты старые, я уже старославянским не владею, но суть. Егерь, это индивидуально подготовленный, очень смышленый и мотивированный боец, думающий, способный действовать очень малыми группами, либо в одиночку. Так вот, в одиночку не обязательно, но легкая пехота, это то, что у нас называли спецназ, наш спецназ претерпел следующую проблему. Одна за второй войны против заведомо более слабого противника, Чечня, Сирия, Ливия, приучили к тому, что спецназ, наш легкая пехота, в основном ведет антипартизанские действия, выходят группой 16 человек и где-то на природе ловят боевиков. В условиях современной войны легкая пехота должна быть обучена к работе в составе четверки. Четыре человека, минимальная автономная группа, которая может и должна затащить задачу. Так уже десятилетия британцы САС работают, так Дельта работает. Лучшие отечественные специалисты, которых я имею честь знать, так работали в 14-м году. Они вчетвером делали задачу, которую не мог делать батальон, и вернемся, генералы об этом прекрасно знали, и их опыт отказались внедрять, хотя они упорно пытались. Когда я говорю, что у нас присутствует измена, и что немедленно, если верховный главнокомандующий не примет кардинальных мер и измену не искоренит, как в свое время Грозный и Иосиф Виссарионович, то нам кранты. Так вот, я скажу кратко, теперь перейду чисто практически. Почему именно четверка? Потому что четыре человека идеально позволяют поместиться в легковом транспорте типа джип высокопроходимый, он компактный, он малошумный, в отличие от бронетехники, он незаметный. Четыре человека это две двойки, которые в бою распределяются, один, например, фронтальный, вот здесь второй заход во фланг, или отход закрепляется, отход эти. Четверо человек позволяют оптимально распределить все основные боевые роли, то есть там у каждого специализация основная и дополнительная, но вот основные роли связист, командир группы, пулеметчик, следующий момент очень важный, когда вы работаете автономно, вот вы вышли, заняли позицию, обставились минами, наблюдаете за противником. Если вас четверо, обязательно нужно, чтобы кто-то один был на стреме, наблюдал местность, а три других отдыхали и занимались своими делами. Если два часа на фишке, а потом шесть часов под другие задачи, то вы не переутомляетесь, вы можете адекватно тащить задачу сутки за сутками. Божьей милостью, я в этот раз работал с ребятами, мы выполняли задачи, ну, похожего типа, неделями в сложной местности, близко от противника. Соответственно, когда у нас тройка, мы вот воюем тройками, это уже гораздо хуже, потому что ты не два через шесть заступаешь на фишку, а два через четыре. Ты не успеваешь полностью восстановиться и отдохнуть, потому что у тебя же не только на фишку, у тебя же много других задач дополнительных. Поэтому четыре человека. И следующий момент, а почему только четыре? А потому что чем короче строй, тем меньше в нем лишних людей. Когда вас много, то ваша шумность при выдвижении, демаскирующие признаки, кто-то один занервничал, надо его в тыл эвакуировать, то упал снаряд, четверых человек поразить сложнее, чем двадцать-тридцать. Кого-то одного ранили, всей группе надо уходить словом. В данном случае, чем меньше, тем лучше. Меньше четырех нельзя, но четверок этих должно быть много. Они находятся недалеко друг от друга и шалонированы в глубину, как наши летчики в годы Отечественной войны. Каждое следующее звено над следующим. Немцы атаковали нижние, эти их сверху долбанули. И это позволяет, кто-то ранение получил, запаниковал, просто уже долго на позициях, быстро четверку сменили, ротировали, привезли людей свежих, которые работают эффективно. Проблемы какие-то возникли, четверки стянулись, их уже не одна четверка много, нанесли поражение противнику, отошли. Словом, легкая пехота должна быть вот именно максимально рассредоточенная самыми лучшими средствами обнаружения это не только бинокли, это не только тепловизор, это не только ночники. Противник применяет видеокамеры, везде вешает, в городах, в лесах, не рискует, все видит. У нас чего? У нас ничего. Противник применяет датчики движения массовые, везде их разбрасывает. Где кто наш прошел, уже знает, что там движение. У нас чего? у нас ничего. А должно быть. Противник применяет БПЛА массово. У нас один-два Орлана на бригаду, а у них доходит до нескольких на взвод, и они стараются больше в отделении сделать. Так вот, в каждой четверке такой, беспилотников маленьких, должно быть два штуки, один в воздухе, а второй готовится к вылету. Аккумуляторов нужно 16 штук, а не два, потому что они быстро садятся. Нужны хорошие средства связей, которых у нас нигде нет, потому что иначе эти четверки будут неэффективны. Их задача что? Работая там, где нет массовой линейной пехоты, в местах с трудной природой, в местах с пересеченным климатом, в тылах противника, обнаруживать движения вражеских сил, наводить на них удары нашей авиации, артиллерии и удары тяжелой пехоты, самим по возможности в бой не ввязываться, но, если возникает необходимость, в бой участвовать, как вот делают САСовцы, как наши делают, ну, лучшие подразделения, наши студенческие строительные отряды. Ребята, привет всем! Чуть ли не единственная организация в стране, которая показала эффективность? Вот для всех. Самая эффективность хорошая у студенческих строительных отрядов, все поняли, о чем я, и у музыкантов. У остальных хуже, 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 но хуже всех у Министерства обороны. Ладно, возвращаемся. Я сейчас на руточку, Юр, я скажу, я хочу, ты тебя поправишь, то есть нужна легкая пехота, как дополнение к линейной, она должна, основная единица не боец, а четверка, предлагаю назвать ее Рой, Рой, Шор, парни, Двинов, подемецкий Рой, кстати, у Бандеровцев тоже было такое подразделение, они отделение Рой им называли, Рой из четырех человек, вот это то, что, и они должны быть высоко, как говорится, автоматизированы, оснащены, вот до двух беспилотников, прошу прощения, да, и лучший результат, все нормально, я тебе сразу внесу дополнение, у тяжелой пехоты индивидуальный боец тоже не базовая единица, там базовая единица отделение, один боец, он вообще никаких задач не может решить, не в карауле стоять, поэтому, у них получается, у легкой пехоты меньше, отделение там девять человек, у натовцев двенадцать, здесь четверо, так вот, дальше важный момент по поводу работы легкой пехоты, естественно, туда подбираются наиболее мотивированные люди, естественно, их нужно всесторонне готовить, естественно, у них должен быть хороший уровень выучки автономной, когда мне спецназовцы жалуются, что их выбросили ночевать в поле, я просто офигеваю, ребята, вы спецназ, вы что, думали всю войну просидеть в казарме, так вот, у этой легкой пехоты таких проблем не должно быть в принципе, они должны быть вот аналогично САСу британскому, я как людей британцев ненавижу, но как врагов вынужден уважать, так вот, они должны быть готовы при необходимости месяц прожить в поле, не испытываясь естественных трудностей, именно подготовлены, и, наконец, следующий важный момент, если вдруг им приходится вступать в контакт с противником, то, если контакт оборонительный, они должны иметь много минного вооружения, то есть, наносить потери врагу и уходить, не вступая с ним в стрелковый контакт, обложились разными минами, в том числе управляемые, противник подходит, пошли у них подрывы, тихонечко отошли, на пути отхода поставили, чтобы противник не имел ни одного шанса кого-то из наших подстрелить, потому что раненые в группе, это проблема, а если им нужно противника атаковать, то тогда они должны иметь с собой, во-первых, единицу транспорта, я уже сказал, джип, потому что наша дебильная тактика, что мы пойдем пешком, все понесем на себе, это абсурд, много на себе не унесешь, и столкновение с противником окажется в проигрышном состоянии изначально, и у них, как у сасовцы, должны быть все основные виды необходимого тяжелого вооружения, вот джип сасовский, там у них крупнокалиберный пулемет, ну 12,7, сейчас они на другие пулеметы переходят потихонечку, у них легкий пулемет, у них снайперская винтовка, и кстати на пулеметы есть оптические прицелы разные, у них с собой ПТУР пресловутый, у них БПЛА с собой, у них 60-ти миллиметровый миномет, и в зависимости от того, какое оружие в данной ситуации сработает эффективнее, они работают именно с того, не с того, что вот есть одно на все случаи жизни, а что в данном случае даст наилучший эффект, вот тогда можно, я приведу пример очень простой, многократный, если вы грамотно провели разведку, вы видите, что движется батальон противника, да, реально, батальон на технике, вы знаете местность хорошо, у вас есть карты электронные, вы выдвинулись к месту, где удобно поставить засаду, обычно это узкая дорога, а по обе стороны какая-то болотистая местность, что съехать нельзя, выбрали место, приготовились к ведению огня, появился батальон, пустили тур, сожгли машину головную, очень быстро, из-за холма, то есть, они вас даже не видят, из миномета, вы заранее пару мин кинули, прострелялись, по остановившейся колонне, вывесили 20-30 мин, будут прямые попадания в машину, это звездец, машина сгорит, всем внутри, невесело, будут рядом попадания, посечет пехоту, пока она будет спешиваться, из пулемета высыпали коробку, сотку из ПК, и 50 из крупнокалиберного, бегло, и сняли с холма, уехали, пока они разберутся, откуда стреляли, пока соберут раненых, пока растащат технику, пока поедут, вы проехали спокойненько, сделали следующую засаду, они проехали километров 5-10, только начали расслабляться, вы их еще раз нахлобучили, все, после этого батальон свою боеспособность потеряет полностью, они будут, боятся ехать, будут каждый километр красться, будут везде высылать разведку, будут хоронить убитых, вот пример, как должна работать такая легкая пехота, вот для чего она существовать должна, и в довершение скажу, я здесь не сказал, last but not least, нужны отдельные штурмовые части, у Наполеона были созданы пионерные части, до Наполеона были созданы у Македонского, сейчас сколько было разговоров, у нас в России, типа, отставить в России, в Советском Союзе, в годы Великой Отечественной, было, то ли 10, то ли больше, инженерно-штурмовые бригады прорыва, целые бригады, специально отобранных, подготовленных людей, с кучей специальной техники, где каждый штурм, они репетировали, как балет, каждый шаг, каждое движение, поэтому, самую мощную крепость Второй мировой войны, город-крепость, Кеннисберг, взяли за три дня, кто не знает, немцы с Севастополем возились 200, по-моему, 45 дней, в свое время Гитлер сказал, Севастополь, мы типа брали 245 дней, а Кеннисберг, русские не возьмут никогда, русская армия счет кровью, за три дня взяли, вот что такое, должны быть инженерно-штурмовые бригады, или подразделения, в нынешней России, типа, инженерно-штурмовая бригада есть, типа, есть, я читал статью о ней, какие там все кандидаты в мастера спорта, какие они все тренированные, какие у них красивые доспехи, пытался с ними связаться, предлагал наш боевой опыт, но, как всегда, Министерству обороны, им всем это было не надо, я эту бригаду ни разу не видел на Донбассе, когда мы в аэропорту кровью истекали, не видел никого из них в Сирии, не слышал, чтобы они были в Ливии, то есть, реальную боевую проверку эти части не прошли, и что мы видим теперь, а мы видим теперь, что российская армия с началом войны, кроме Херсона, который особо не сопротивлялся, ни одного крупного областного центра не взяла, даже в маленьких населенных пунктах, где противник ожесточенно сопротивлялся, слом вражеского сопротивления стоил нам существенных жертв. Мариуполь, 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 это, блин, вообще катастрофа, Мариуполь мы взяли за счет феноменального мужества ДНР и ЛНР, за счет самопожатывания тамошних мобилизованных, и за счет того, что Мариуполь был отрезан, противник не мог, как на других направлениях, подбрасывать резервы, массовую работу артиллерии, но, опять же, инженерно-штурмовые подразделения необходимы, ни в коем случае нельзя их смешивать с тяжелой пехотой и легкой, это отдельные части для решения отдельных задач нужной. И, естественно, у нас их тоже нет. Вот, если несколько, кратко сказать в двух словах, в довершение, я сейчас по теме этого. Ребята, я во всех своих обращениях многократно говорю, обращаясь к первому лицу государства. Владимир Владимирович, если вы будете косплеить Николая Второго, очень доброго, очень хорошего царя, который написал в дневнике кругом трусость, измены и предательство, но не схватил топор, не начал рубить головы, ограничился констатацией, то есть огромнейшая перспектива, что вы повторите его судьбу. Мне бы этого не хотелось прежде всего потому, что если у нас сейчас пойдет сценарий с 17-го года, напомню, сначала февральская была революция, потом октябрьская, то есть распад страны, интервенция, война всех против всех, Володомор, ТИФ, а только потом восстановление страны, то это понравится всему населению нашей страны намного меньше, чем, вот уверяю, кто хочет революции, ребята, вы подумайте о последствиях. Так вот, это никому не понравится, это будет очень плохо для нас. Если вы немедленно не поймете, что нужно переходить к образу действий Иосифа Виссарионовича, Иоанна Васильевича, то плохо будет всем, вам в том числе. Но, второе, дорогие мои граждане страны, не забывайте, что первое лицо государства, это не Бог, что он распорядился, и так получилось. Во-первых, от каждого из вас зависит, и во-вторых, у человека есть определенные качества. Насколько я знаю, ну, получил информацию, Владимир Владимирович, человек мягкий, и заставить, блин, действовать, как Сталину, ему себя, это очень тяжело. Ну, бывает. Вывод. Кто верующие православные, молитесь о вразумлении наших властей и о даровании им силы, в том числе за лидеров государства. Понимаю, у вас могут быть к ним претензии, и не все довольны. У меня большие претензии. Мне мой духовник что сказал? Каждый раз, когда злишься на них, молись, им польза, и ты с ума не так сходишь от злобности. Многим кажется, что я смешное говорю. Ребята, нифига не смешное. В свое время духовник Николая II, ну, во всяком случае, близкий к нему человек, Иоанн Кронштадтский, сказал ему, и народу обратился, он к народу обратился, сказал, кругом утрата веры, разврат телесный, духовный, если не исправимся, то правитель будет послан, жестокий и кровавый, который бичом будет гнать вас. Николаю II он сказал, если не исправишься, убьют тебя и семью. И что сделать? Народ не молился, Николай не исправился, получилось все по пророчеству Иоанна Кронштадтского. Ребята, ситуацию нужно исправлять вместе. Один президент, это не Бог, он ее не исправит, да, от него многое зависит. Нужно действовать всем нам, и нужно молиться, чтобы Бог помог президенту засучить рукава и измену высечь с корнем, потому что измена очень большая, она везде, и каждый воевавший, каждый, кто там был, высказывается еще жестче, чем я. Уверяю вас, я еще за речью слежу и фактов не привожу. А любой, кто там был, мне вот люди надиктовывают аудиосообщения, вы знаете, их перевести с матерного на русский невозможно, потому что там такая зашкаливающая, объективная критика, такие нарушения. Итак, ситуация серьезная, надо ее изменять. Так, по пехоте сказал, теперь два слова скажу, БПЛА. Мы 10 раз упомянули, в БПЛА наиболее видно, насколько масштабная измена. У турок, у иранцев, у всех подряд есть беспилотники, наши генералы, что сказали, нам не надо. Помните, сколько статей писали журналисты, что у нас есть Орланы, больше нам ничего не надо. Ну, где оно все теперь, когда началось? А нету. Ударные беспилотники сейчас стали ударными темпами развивать, там что-то, ланцеты работают, слава Богу. Но, ребята, нужно было это делать заранее, до войны, а не потерять лучшие подоктольные части, кучу техники, уважение во всем мире, а теперь судорожно наверстывать. Что касательно легких беспилотников, то это вообще звездец, потому что Орланы на бригаду это ни о чем. В каждом взводе должно быть несколько беспилотников, пара операторов, не один их. Системы дистанционной подачи информации, как у кромутантов крапива, когда то, что показывает беспилотник, не только оператор видит, а это транслируется командиру его, надо, на батарею, они видят реально картину боя. И все это должно быть связано в единую информационную сеть, с обменной информацией в реальном режиме времени. Я уже не говорю о том, что легкие ударные беспилотники должны быть вообще, как вот раньше гранатометы, вот так, они должны быть десятками в каждом взводе, их просто не считать. Увидел цель, увидел одиночного пехотинца, ударный беспилотник, дорого, мы за убитого пехотинца семье выплачиваем 12 миллионов. Сядьте и на эту сумму смотрите. Семье, конечно, утешение, но, ребята, давайте лучше потратим 10 беспилотников стоимостью по 100 тысяч в миллион, убьем врагов в 5-6 единиц, и нам не придется 12 миллионов за своего выплачивать. Может быть, так сделаем? Да, про беспилотники я могу долго говорить, но в целом именно на беспилотниках видно, насколько это была актуальная тема, сколько опыт Ливии, Сирии, всего остального показал, что беспилотники нужны, и насколько это не делалось. Ну вот, сейчас пожинаем результаты, дорогие мои. Соответственно, то, что я выше говорил про легкую пехоту, про тяжелую пехоту, это все не будет работать, если у нас не будет хорошей связи и хороших разведывательных мощностей. Беспилотники, спутниковая разведка, обмен информацией. Ну вот, легкая пехота есть, где-то они сидят, увидели противника, а у них нет связи. Какой смысл вообще в них? Тяжелая пехота, сидят они, противник долбит, артиллерии, танки потягивают, то, сего, а у них нет связи вызвать поддержку, вызвать артиллерию. Какой смысл? То есть, все упирается в связь, со связью у нас отвратительно, подробно я говорить не буду, я скажу кратко. Есть такой товарищ, Мурс, Андрей Морозов, в интернете можно почитать его, ЖЖ Мурс. Усилиями его и ряда других энтузиастов у них в первом корпусе Луганской народной милиции со связью, связь находится, по отзывам самих же федералов, связь находится на недосягаемом для федеральной армии уровне. Я рад за второй корпус народной милиции, за Луганск. Привет, боевые ребята, друзья мои. Теперь вопрос большой. А вся наша остальная федеральная армия, которая в отличие от них имела госбюджет, а не все покупала на гуманитарку, которая имела 8 лет на подготовку только 2014 года. Где результаты? Все знают где, но слово рифмуется, но мы его вслух не будем. Вы... Когда я... Понимаешь, я когда говорю о том, что нужны чистки, нужны репрессии, нужно наведение порядка, кто-то думает, что я тут такой кровожадный. Я отвечу просто. Моя роль в бою оказание помощи ребятам прямо на месте во время ранения. Так вот, если что-то пошло не так, и я подбегаю, он уже мертвый, я ему глаза закрываю, и это остается навсегда со мной. И я помню, какому огромному количеству ребят приходится закрывать глаза из-за того, что Птуров нет, связи нет, беспилотников нет, управления нет, организации нет, а целые толпы людей, которые за все это ответственны, которые в генеральском звании, которые 8 лет получают зарплаты, пенсии, ипотеки, у которых дома такие, что по первому взгляду ясно, это не на зарплату куплено, все эти люди интересные и есть. Так вот, как товарищ Мурс говорит, этот вопрос еще ждет своих следователей. Если немедленно не навести порядок на всех этажах управления, нас всех вырежут поголовно. И, кстати, этим людям тоже не поздоровится, но они это не понимают, потому что желание сегодня хорошо жить затмило разум. Вот такая беда. Я мог бы еще говорить про гибридные войны, про спецслужбы, про пропаганду, про разведку, про подготовку смертников, но это будет еще два часа, наверное, другой раз может быть. Юрий Юрьевич, дорогой, оставим это на продолжение, на вторую передачу. Я прошу, так сказать, тоже тебя поддержу в этом отношении, что надо, не только надо давить порядок, надо давать армию. Я понимаю, почему теперь одна, так сказать, часть ВСУ может сдержать в 3-4 раза больше по численности нашей силы, благодаря тому, что у них натовская подготовка и натовская техника. Чтобы оснастить наши войска всем необходимым, отказывайтесь от ненужных, торпед пысить, думал он каких-то, которые никогда не будут применены, буревестиков с административными, которые не будут применены, делайте то, что нужно. Сейчас в фонде приспределительных средств танкетка с пулеметами и ракетами, эти роботизированные, эта танкетка будет пулеметами уничтожаться, сделайте транспортное средство, как для спецназа, МУ, механически роботизированный, шестиколесный, который возит по клажу в роботизированном варианте, а может с человеком, и пулемет он возит, о чем я еще, так сказать, раньше говорил. То есть, нужны сейчас очень радикальные меры. Горькие уроки войны должны быть усвоены. Обязательно. И они должны быть усвоены правильно. Юрия Юрьевича мы всегда, естественно, ждем на нашем канале. Юрий Юрьевич, следующую передачу посвятим окончанию вот этих горьких, но необходимых уроков. Спасибо, что были с нами и до следующих встреч, дорогие друзья. Часто.